Вы смотрите новости седьмого канала и мы продолжаем выпуск. Три с половиной миллиарда рублей на медицину, новое жилье для ветеранов и закон о патриотическом воспитании, который не имеет аналогов в России. В Краснодарске прошла очередная сеть из законодательного собрания. Краевые парламентарии одобрили корректировку бюджета и обсудили новые меры социальной поддержки. Все подробности в следующем сюжете. Необходимо работать очень оперативно, но без ущерба качества. Коллеги, поэтому призываю по возможности не отвлекаться на второстепенные вопросы. Один из основных вопросов заседания – сессия и корректировка бюджета. Депутаты одобрили ее единогласно. Это значит, что в краевой казне дополнительно появится 11 миллиардов рублей. Это средства, оставшиеся с прошлого года, а также деньги, поступившие из федерального бюджета. Большую часть средств направят на медицину – 3,5 миллиарда. Также финансы выделят на помощь обманутым дольщикам на переселение из аварийного жилья, на ремонт дорог и на создание новой транспортной инфраструктуры, отметил председатель законодательного собрания края Дмитрий Сверидов. Развитие, собственно, всего комплекса дорожных сетей ведет к развитию наших территорий, к развитию нашего региона. Ну и, безусловно, комплекс, связанный с социальным блоком. Здесь также выплаты на детей, которые предусмотрены, и многие-многие другие вопросы. Поэтому считаю, что абсолютно, ну, традиционно, конечно, как корректировка проходит в эти дни, в весенние дни, но эта корректировка четко направлена, собственно, на те вопросы, которые являются для нас сегодня приоритетными. Всего в повестке сессии больше 30 вопросов. Один из них – закон о патриотическом воспитании. Депутаты говорят, подобного нигде в стране нет. Цель закона проекта – сформировать у подрастающего поколения высокое патриотическое сознание, чувство верности своему отечеству. В законе закреплен ряд творческих мероприятий. Например, выставка, посвященная вкладу жителей края в общую победу, а также конкурс социальных инициатив. Мы хотим пригласить население Красноярского края вот к этим знаковым патриотической направленности мероприятиям. Очень мягко хотим им предложить в этом поучаствовать, повысив их статус. А для нас, как для органов государственной власти, очень важно в том числе и установить расходники, уже постоянно действующие на данные мероприятия. Это очень правильно. Чтобы придать в том числе и особую значимость патриотическому воспитанию. Еще один законопроект, который рассмотрели депутаты, касался жилья для ветеранов. Обычно средства на это выделяет Федерация, но деньги пока не пришли. Ориентировочно это произойдет только в конце лета, поэтому покупать жилье будут за счет краевой казны. Единовременную выплату в 5 миллионов рублей получат три вдовы фронтовиков. Существует федеральный закон, по которому ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и жители блокадного Ленинграда имеют право улучшить свои жилищные условия, если они в этом нуждаются. И по этому закону, и по федеральному, и по краевому средств на это выделяет Федерация. Понимая, что люди, в данном случае мы говорим про вдов ветеранов Великой Отечественной войны, уж точно не виноваты в том, что средства без Федерации до Красноярского края так и не дошли, было принято решение внести изменения в краевой закон. Причем все выплаты должны быть произведены уже до праздника победы в Великой Отечественной войне. Виктор Бородин, Павел Иваницкий, 7 канал.